Доброе утро! Сегодня среда, 26 августа. Служба информации канала УТС начинает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня в выпуске расскажем, зачем школьников научат писать резюме, для чего проведут собрание преподавателей и когда начнется отопительный сезон. Как писать резюме и что нужно знать про сленг школьников будут готовить ко взрослой жизни в процессе обучения? Авторы первого варианта концепции преподавания русского языка и литературы поделились своими наработками, к обсуждению которых в скором времени пригласят педагогов из регионов. Основная задача новой системы преподавания максимально приблизить изучение великого и могучего к потребностям реальной жизни. Учить язык в школах должны не только на примере классической литературы, но и уметь писать заявления, отчеты и резюме, а также объяснительные записки, чтобы в дальнейшем это помогло в карьере. Кроме того, детям будут преподавать азы публичных выступлений и объяснять, что такое сленг, чтобы новое поколение смогло свободно ориентироваться в различных профессиональных, общественных и возрастных группах. Учителей соберут перед началом учебного года. Сегодня в Новосибирске стартует городская педагогическая конференция. Работники образования обсудят множество вопросов и проблем, но все они посвящены одной актуальной теме – модернизации муниципальной системы обучения. На примере отдельных вузов, училищ, школ и детских садов участники расскажут, как внедрять профессионализм с начальной школы, использовать современные оборудования для детей и их наставников, а также каким образом учитель русского языка и литературы должен формировать гражданскую позицию своих учеников. Участники конференции обменяются мнениями и поздравят друг друга с наступающим новым учебным годом. К отобительному сезону готово. В Колыване завершается ремонт котельных. Всего на подготовку к предстоящей зиме здесь потратили почти 3 миллиона рублей. Как продвигается работа в нашем сюжете. Эта котельная – одна из немногих, которая сегодня работает еще на твердом топливе. Замена старых котлов – мероприятие вынужденное и необходимое. Зимой то и дело прежнее оборудование выходило из строя. Старые трубы, изношенные теплосети. Сейчас новые современные вихревые котлы, уверены специалисты, прослужат не один десяток лет. Котлы, сваренные из труб, это часть 50-я, часть 89-я труба. Принцип вращения воды в этом котле оборота совсем другой. Заменили и сами тепловые сети. Раньше они проходили под землей и находились на территории местных жителей, что в момент порывов доставляло неудобства. Сейчас их проложили верховым способом и перенесли на территорию котельной. Также провели и косметический ремонт в самом здании. Местные власти уверены – начало отопительного сезона начнется вовремя. А самое главное – своевременная замена оборудования даст уверенность, что зимой коммунальные катаклизмы колыванцам не угрожают. Мы, в принципе, каждый год на котельных проводим очень серьезные работы. В прошлый год мы также заменили два котла. Замена двух котлов примерно стоит сегодня полтора миллиона рублей. Это для бюджета все равно деньги серьезные. Естественно, конечно, мы ощущаем помощь областного правительства нашего Новосибирского в этом плане. Ну и сами не сидим сложа руки, так сказать. Еще неделю и работы на этом объекте будут завершены. Всего на ремонт котельных поселка потратили порядка трех миллионов рублей. Здесь уверены – эти затраты оправданы. Даже в самые суровые морозы оборудование не подведет. Яна Денченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Когда начнется отопительный сезон, как завершилась ремонтная кампания коммуникаций, это и многое другое обсудят сегодня на заседании Министерства энергетики и ЖКХ. Эксперты сейчас оценивают состояние теплосетей. В некоторых районах еще проводят гидравлические испытания. Точную дату, когда в квартирах дадут тепло, предстоит еще обсудить с синоптиками. Но по традиции это будет не раньше середины сентября, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на отметке ниже 8 градусов тепла. На все подробности мои коллеги расскажут в дневных выпусках новостей. Магазины, реклама, транспорт и технологии. Крупный рекрутинговый портал Новосибирска составил рейтинг самых высоких зарплат в августе. Специалисты проанализировали более 8 тысяч вакансий, опубликованных в этом месяце. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 35 тысяч рублей в месяц. В расчет составители рейтинга взяли только работу с неполной занятостью. Чаще всего требуются служащие в сфере транспорта, автобизнеса, продаж. Среди самых высокооплачиваемых предложений – ставки ведущего разработчика, директора по маркетингу и инженера по ремонту мобильной техники. За эту работу обещают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, по-прежнему хорошо оплачивается должность коммерческих директоров, независимо от профессии и сферы работы. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации канала ОТС продолжает свою работу. В студии Ксения Бородкина. Сегодня в выпуске расскажем о сумках из рыбьих шкур, корабле церкви и ремонте дорог. Кош-галантерея из рыбьих шкур. Новосибирские студенты разработали новую технологию обработки лососевых шкур. Студент 2-го курса экономического факультета НГУ Сергей Шмыков и выпускница НТИ Галина Грибовская открыли свое предприятие «Рыбий мех». За три года они разработали свою технологию обработки рыбьих шкур в качественный кожевиный продукт, превосходящий обычные виды кожи. Шкуры поступают на выделку в замороженном виде. Далее происходит мездрение, удаление подкожно-жировой клетчатки и избавление от чешуи. Все. Весь процесс занимает около трех дней. Сейчас молодые исследователи продвигают свою идею в летней школе Академпарка. Святой апостол Андрей Первозванный отправится в очередной рейс. Сегодня в Колыване прибывает корабль-церковь. В составе корабля священнослужители, врачи, специалисты социальной службы. Прием ведется в отдаленных селах Новосибирского района, расположенных близ реки Обь. Жители имеют возможность принять крещение, исповедоваться и причаститься, осветить дома, приобрести церковную утварь и духовную литературу. Врачи проводят консультации и медицинское обследование селян. Стартовал корабль-церковь 15 августа от пристани Речной вокзал. Центр исправления осужденных создадут в Новосибирске. Такой эксперимент решила провести служба исполнения наказания. Центр создается из двух или трех отрядов, численностью не более 300 осужденных. Работать в нем будут специалисты по воспитательной работе, психолог и организатор труда заключенных. Раньше все эти обязанности выполнял один человек. Главная цель такого проекта – обеспечить комплексный подход к воспитательной работе и оказанию помощи от бывающих срок в местах лишения свободы. Строительный ремонт в разгаре. В Сузуне идет ремонт дороги между улицами Пролетарская и Партизанская. Там заменили дорожное полотно. Оценивала новую дорогу и наша съемочная группа. Работа полным ходом. Жители окрестных улиц сегодня в роли наблюдателей. Говорят, давно не было таких приятных сюрпризов. Раньше, чтобы добраться до цели, нужно было преодолеть грязь, сугробы и клубы пыли. Сегодня с интересом наблюдают, как раскатывают асфальт. Или я здесь вот по грязи иду. Ну, надо мне идти. Я иду по грязи. Лужи, грязь, соответственно. Даже по щебенке отсыпать. Все равно ничего хорошего. Ноги можно сломать. Или проехать даже на велосипеде. Ни по щебенке, ни по грязи неприятно. Ну, на машине что говорить. Они вообще должны балдеть, потому что раньше ничего подобного не было. Просто не было. И все. Иной раз поход в магазин оборачивался настоящим приключением. Особенно зимой. Мы, старики, по сугробам не знали, как пройти за хлебом. За хлебом не знали, как пройти. Вот это было нам очень тяжело. Довольно спасибо всем, кто это администрация или начальство. Ремонт проезжей части идет по всему Сузуну. Активно работают по улице Дергунова и центральному проезду. Расширен проспект строительный. Там оборудованы подъезды к автобусным остановкам и тротуар. Всего в этом году на реставрацию дорог выделено 33 миллиона рублей. Это очень хорошо, потому что проезд по Сузуну местами не очень хороший. И когда ежегодно столько делается, это нормально для всех. Впечатление от новой дороги портит лишь бурьян на обочине. Убирать сорняки от своих заборов обязаны сами жители. Поэтому красота улиц теперь целиком зависит от горожан. Евгения Емельянова, Александр Зулин. Новости ОТС. Журналисты региональных СМИ отправляются на международный форум Таврида. Проходить мероприятие будет в Крыму на Бакальской косе с 27 августа по 2 сентября. Организуют смену Общероссийский народный фронт. В работе форума примут участие 500 человек. Это молодые журналисты, блогеры со всех регионов страны, главные редакторы СМИ, преподаватели ведущих вузов. Участников ждет насыщенная программа. Образовательные лекции, мастер-классы, тренинги, практические задания по написанию текстов, созданию инфографики и видеосюжетов. Стартуем в Новотроицке. Сегодня футбольная Сибирь сыграет в 1-32 финала Кубка России против местной Носты. Нынешний соперник нашей команды играет во 2-м дивизионе страны. На предстоящем матче Орлы отправились с молодежным составом. Напомню, в прошлом сезоне новосибирцы дошли до 1-16 финала, где уступили будущему победителю турнира «Московскому локомотиву». На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации канала ОТС продолжает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня расскажем о переименовании станции метро в учениях МЧС и уборочной кампании. Имя писателя хотят заменить названием транспортного узла. Общественники предлагают переименовать станцию метро «Площадь Гарина Михайловского» на вокзал Новосибирск-Главный. Голосование уже начали проводить на портале российской общественной инициативы. У авторов идеи нет претензий к писателю и основателю Новосибирска. Их беспокоит путаница в названиях. По мнению общественников, название станции никак не отображает то, что она расположена возле главного вокзала города и области. В итоге приезжие из других регионов и стран не могут на карте найти станцию метро рядом с железнодорожным вокзалом. Это для многих неудобно. Тем более, что владеющим английским, но не владеющим русским. Голосование продлится до 7 июля будущего года. На данный момент всего 8 новосибирцев проголосовали «За» переименование и 7 «Против». На учения в Новосибирский центр управления в кризисных ситуациях прибыли представители МЧС Казахстана. Встреча прошла в рамках информационного обмена. Каждый год казахстанцы посещают регионы России. В этот раз в качестве учебной площадки выбрали Новосибирск. Гостям показали технику новосибирских спасателей, радиостанции, переносные комплексы. Например, с помощью спутниковой системы «Беган» можно настроить интернет, провести мобильную связь и позвонить в любую точку мира. Для комфорта работников оборудованы подвижные пункты, которые включают рабочие помещения и комплексы жизнеобеспечения. И хотя для подразделения МЧС Казахстана такие учения не новы, такой обмен опытом помогает усовершенствовать тактику. В целом, по порядку работы, по оргштатным мероприятиям, вопросы уточняли по технике, имеющейся у них на вооружении. Ну, конечно, воочию увидеть было бы гораздо интереснее, приятнее, полезнее. Ну, кроме того, помимо того, что мы с коллегами сегодня общались в рамках информационного обмена, мы с ними вежесуточном режиме ведем информационный обмен, потому что приграничный для нас субъект. И в рамках оперативной работы с ними непосредственно общаемся постоянно. Уборочная компания набирает обороты. В Качковском районе на сегодняшний день обмолочено 10% от общей площади. Убирают ячмень, пшеницу, овес. О том, на какой урожай рассчитывают и когда завершат уборку – в следующем сюжете. Караваны уборочной техники дружным строем колесят по полям. Захватывающая картина для тех, кто любит землю и деревню. Механизатор Михаил Гартман именно из таких. Быструху приехал из соседнего района. После банкротства хозяйства, в котором он ранее трудился, многие уехали в город. Михаил остался. Лучше в деревне нам. Мне так лучше нравится нам. Техника. Все нормально. Привык уже все. Баструхинское хозяйство – одно из самых крупных в Качковском районе. Общая посевная площадь – 27 тысяч гектаров. Уборка началась очень хорошо. Обнадеживают нас погодные условия. Урожайность радует в этом году, пока мы держим 34-35. И очень ровно поля себя показывают. И паровые, и второй, третий год после пары поля урожайность не падает. Зерно с полей увозят на склады. Так что на таку сейчас так же бурно кипит работа, как и в поле. Площадки у нас готовы. Склады готовы, все подготовлено. Принимаем, веем, семена закладываем. По плану все идет. Весь урожай пойдет на корм животным. Инвестором здесь является крупный свиноводческий комплекс. На сегодняшний день в Быструхе убрано более 25% урожая. В целом по району 10%. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Доигровщик сборной Сербии Никола Ковачевич пополнил состав волейбольного клуба «Локомотив». Для серба выступать в российском чемпионате уже не в новинку. Несколько лет назад он играл за губернию в Нижнем Новгороде. А сезон 2013-2014 года провел в Уфимском Урале. Предыдущим клубом 32-летнего Ковачевича был французский париволей. В 2011 году новичок железнодорожников стал чемпионом Европы в составе сборной Сербии и обладателем индивидуального приза лучшему принимающему турниру. И это все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксении Бородкина. Сегодня в выпуске о студенческой стройке, ремонте котельной и хоккейном сезоне. Студенческая стройка «Аквапарк-2015» завершилась. Все лето студенты семи новосибирских вузов помогали строить спортивно-оздоровительный центр. Сегодня в честь окончания работ пройдет торжественная линейка. Участие в мероприятии примет министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов. Подведут итоги трудового сезона, наградят лучших отрядных командиров, комиссаров и бойцов. Самой работящей команде региональной студенческой стройки вручат знамя и объявят победителя конкурса на лучшее название аквапарка. В Колыване завершается подготовка к отопительному сезону. Этим летом там провели ремонт всех котельных, а также заменили тепловые сети. Раньше они проходили под землей и находились на участках местных жителей, что в момент порывов доставляло неудобства. Сейчас их проложили верховым способом и перенесли на территорию котельной. Также провели и косметический ремонт в самом здании. Местные власти уверены, начало отопительного сезона начнется вовремя. Всего на ремонт котельной района потратили порядка 3 миллионов рублей. Дню Победы и очередной годовщине битвы на Курской Дуге посвящают свои состязания воспитанники детских домов. Двое суток в спартанских условиях ребята демонстрируют строевой шаг и умение управлять танками. Инициаторы и учредители детских патриотических игр – фонд помощи ветеранам. Все подробности далее в сюжете. Сегодня отряд Барышевского детдома марширует лучше других участников. Говорят, три дня муштры не пропали даром. В таких масштабных соревнованиях Владимир Родионов – новичок. Школьник дважды лучший. Ни одного промаха в стрельбе, ни единой ошибки на заездах. Я только участвовал в «Радуги детства». Это музыкальный творческий фестиваль. А вот в таких я первый раз участвую. Дебютируют в танковом биатлоне все участники состязаний. Это первая военно-патриотическая игра среди воспитанников детских домов области. И, может быть, вот эти игрушечные танки станут первой ступенькой к получению настоящей профессии. И кто-то из этих пацанов станет настоящим танкистом. Ребятам из детских домов помогают после школы определиться с профессией. Они на льготных условиях поступают в учебные заведения. Делаем это мы совместно с общественными организациями. Деятельность учреждений сейчас настолько прозрачна, доступна. У нас входят взрослые, входят волонтеры от общественных организаций для того, чтобы как можно быстрее и лучше социализировать наших ребятишек. Сегодня в области 17 детдомов. Их наполняемость 70-процентная. Политику государства «Дети должны жить в семье» регион полностью поддерживает. И ежегодно более 100 сирот передают на воспитание всеми. А в ближайшее время Министерство соцразвития организует 10-дневную профильную смену, в которой примут участие воспитанники всех детских домов. Зинаида Миронова, Владимир Полосин, Новости ОТС. Зинаида Миронова, Владимир Полосин, Новости ОТС. Сегодня первый матч нового сезона проведет хоккейная «Сибирь». Команда сыграет в Москве против «Динамо». Этим летом хоккеисты провели тренировочные сборы в Финляндии. Сыграли несколько контрольных матчей с местными командами и приняли участие в традиционном мемориале Рамазана в Магнитогорске. Там Сибирь одержала лишь одну победу и заняла последнее место среди четырех команд. Напомню, прошлый сезон стал для Сибири лучшим в истории. Команда завоевала бронзовые миндали континентальной хоккейной лиги. А сегодняшний матч вы можете посмотреть на канале ОТС в прямом эфире. Начало в 22.25. И это все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами и удачного вам рабочего дня.